Проверка документов, наличие аптечки и правила перевозки пассажиров. Вот что интересовало инспекторов госавтоинспекции в первую очередь. Как показывает практика, нарушения встречаются довольно часто. За истекший период 2019 года сотрудниками госавтоинспекции выявлено свыше 530 нарушений правил перевозки людей автобусами. Свыше 240 нарушений, связанных с управлением автобусом при наличии неисправностей. В январе 2019 года по вине водителя автобусов произошло 8 дороже транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы и один человек погиб. Вячеслав Мажаров работает водителем маршрутки всего 3 месяца. Нарушений у него сотрудники ГАИ не выявили. Поэтому он продолжил путь вместе со своими пассажирами. Еду спокойно и все. Больше ничего им не надо. Самое главное не гоняться конкурентами. А вот этот водитель на эмоциях подошел к представителям госавтоинспекции и на повышенных тонах попытался оспорить предписание. Хотя в его транспортном средстве было значительное превышение количества пассажиров. Часто причинами аварии с участием общественного транспорта являются неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности и нарушение требований сигналов светофора. Одним словом, в погоне за выгодой водители маршрутных такси в итоге теряют гораздо больше. Но есть и другие нарушения, которые встречаются при проверке транспортных средств. По словам Дмитрия Петрова, только за этот год штрафов выписали на сумму почти 900 тысяч рублей. Сами жители города в большинстве своем довольны работой водители общественного транспорта, в том числе маршрутных такси. Все всегда хорошо и останавливаются в уровне, где надо. В Рязани, мне кажется, маршрутки хорошо везде будут. Нарушений никаких не видел таких. Так что все хорошо. Ситуации разные бывают на дорогах. Может быть и обгоняют, но в пределах разумного. Вы считаете, что это безопасно? Ну, по сравнению с тем, что было раньше, лет 10 назад, когда начинали маршрутки ездить только. Сейчас совершенно безопасно. Такие рейды проводят каждую неделю в разных точках города. Цель одна – сделать поездки в общественном транспорте более безопасными и комфортными. При этом узнать, где в очередной раз будет ждать сотрудников госавтоинспекции, невозможно. Поэтому лучше всего просто не рисковать. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова